всем привет дорогие друзья зрители и подписчики моего канала с вами как всегда юрий код и мы продолжаем играть 4 фоллаут отличную игрушку как по мне кто бы что бы там не говорил так нам нужно было по сюжету добраться в добрососедство к доктору а мари или а мари не знаю как правильно считается собственно мы зашли в эту локацию в прошлой серии мы пережили очень много всего были всевозможные враги и мутанты и псы какие-то и синты и рейдеры в общем было все теперь я предлагаю немножечко отдохнуть и поговорить с этой женщиной наверное да странный акцент у меня конечно или озвучка так наверно правильная будет сказать мы не дед и дегом ари поэс на кана бейзи the park kellogg is already cold on the floor а ютуб и на сайт the fact that you're asking me to defile a corpse и то реализованы мемори симуляторы require in tact ливен грейнс то функция еще теперь не как бы без проблем мы можем и мозг принести если нужно вот эти файн вот кибернетический стимулятор мозга ну надеюсь это лучше чем кусок мозга потому что иначе придется возвращаться в к локацию и расковырять голову келлога ну надеюсь хоть сейчас ник нам как-то поможет потому что в бою от него в принципе вообще никакого толку он постоянно бегает путается под ногами по под ногами и пару раз из-за него мы ну собственно сдохли не знаю может теперь ты нам не заслужишь службу дружище так ну сработает это или нет не вижу смысла спрашивать а вот насчет спасибо да окей давайте приступать собственно процедуре так а мне никуда не нужно залазить я надеюсь надо посмотреть чего это делаете пока что ты щупаешь пальцами его плечо или спину херня какая-то можно было и по правдоподобнее все это сделать так как о каком шифре вообще идет речь да без проблем помнится мне в третьем фоллович все было такая хреновина тоже мы играли там маленьким ребенком ходили по какому-то виртуальному городу и нужно было выполнять различные задания да давайте приступим неважно что произойдет и раз так положено по сюжету значит наверное нужно делать да не вопрос куда запихивать свою жирную задницу хорошо шелковое кресло всем знакомая заставочка так отлично мы куда-то перенеслись и наверное снова нужно выполнять задание в каком-то виртуальном месте мне нравилось всегда миссия если помните друзья с там мы ходили были солдатами убивали всех по горам каким-то мостам там локация довольно таки обширная была императора какого-то надо было убить так я так понимаю это нейроны до клетки мозга нам нужно по ним куда-то идти так я предлагаю пробежаться сможем это сделать хорошо мама так это мы в молодости друзья ну что я могу сказать почти похож с кем вообще с первым надо поговорить да по всей видимости друзья у нашего героя было очень трудное детство прикольно сделано кстати мне нравится делок я как-то не очень понимаю вот этот парень написано что я я это келлок или я это я да комната конечно личная просто интерьерчик просто радует глаз переносном смысле как вы понимаете друзья как бы зайти смотрите я не могу можно пойти дальше по другому отрезку и возможно мы придем к другому воспоминанию прикольно кстати реализовано вала за это разработчиком да я вижу вон там вот есть еще комнатушка сейчас мы к ней придем хорошо так это я уже взрослый да а такие лак получается все таки если я все правильно понял так может быть ты нам чего нибудь поведаешь в общем нам нужно найти друзья воспоминания связанная с шоном куда зачем для чего он им нужен был и так далее и тому подобное но это все наверное слишком рано происходили эти события поэтому никакой полезной информации в принципе мы получить не можем мэри что есть у ребят есть ребенок да может быть парни что хотел сына они дочь и в этом все дело так мы проснулись ладно я предлагаю все дальше понятно тут ребят какие-то определенные проблемы есть в жизни и так вот еще сусок есть воспоминание и похоже на анализацию какую-то или убежище ты думаешь что ты можешь просто разговаривать с нами и мы не разговаривали с тобой просто так что ты знаешь они умерли как птицы и ты не был там чтобы помочь им о как ну кого ты тут нашел так ну он куда-то ушел понятно хорошо давайте идти по следам другого воспоминания возможно следующее со следующим нам уже повезет но обычно так бывает в таких играх так смотрите чего у нас тут за движуха да это есть наш телок у него шрам на лице именно в таком видео он уже явился в 111 убежище застрелил нашу жену и забрал нашего ребенка так может быть хорошо нет не вариант наверно нужно и другое место сюда наверное да давайте попробуем или нет нет мы отсюда пришли поэт на мы отсюда пришли поэтому идемте дальше вот сюда но что бегать нельзя конечно ничего страшного промежутки небольшие поэтому можно и пешочком походить опаньки я не знаю что ты хочешь у тебя нет челюсти я не хотела увидеть для себя если ты действительно существовала мы делаем, как ты можешь видеть что ты хочешь? это пришло моей внимание что ты был более дизруктивным в нашем операционном литке это должно быть хорошо идемте дальше понятно тут какой-то заговор происходит и у нас есть следующая цепочка возможно здесь мы найдем ответы на наши вопросы да друзья смотрите вот-вот наше убежище 111 вот в этой капсуле нет в этой капсуле нашим понимать где в этой капсуле наша жена а вот мы собственно наш главный герой я coincide remind me of her i'm a cold-hearted master for sure but still human better this way though better than taking her kid in her life бедные люди сколько их погибло в этом убежище все ради какого-то сраного эксперимента так друзья готовы ли вы пережить это вместе со мной еще раз вот мы очнулись нам херово чувак может не надо но в любом случае это уже произошло мои изменить ход событий все равно не можем это грустно конечно наверно мы не увидим сцены потому что произошел какой-то сбой видите они остановились замерлись ничего не происходит давайте двигаться дальше тем лучше для нас в принципе мы не будем смотреть на это ужасное действие еще раз и следующее воспоминание должно нас привести келогу и к сыну смотрите друзья он уже вырос вот наш он и Это не моя идея, чтобы садиться с ребенком в центре Диамонда. Я думал, это была плохая идея, в самом деле. Но это был один из тех, кто был в детстве, поэтому мы здесь были. Я и ребенком. Какая счастливая семья. Я как-то любил это. Я помню о том, что моя жизнь могла быть, если бы все было... ...все не было. Но нет, я не вернусь. Я знал, что это было только темпоративно. Это было бы обратно в нормальный бизнес, пока слишком долго. Эта целая строительность в Диамонде была частью эллипированного плана из старого человека. Кажется, что сейчас мы были бейты для нашего парня из дома. Тимом не могло быть улучшить. Это не как старый человек работает. в общем видим на друзья что телок как бы это промежуточное звено за ним еще кто-то стоит любом случае мы убили и не так все просто как хотелось бы а куда же нам теперь идти не совсем понятно по этой цепочке мы пришли от нашего убежища она все-таки проигрывается сцена да давайте посмотрим посмотрим как мы реагировали на это все дело с другой стороны берите свои грязные лапы говнюки охренеть счет там машешь в общем да все произошло точь-в-точь как это было в начале игры так давайте отсюда улепетывать не совсем понятно следующая цепочка воспоминания где находится здесь мы пройти не можем дверь закрыта может быть наверху где-нибудь нужно забраться по лестнице и тогда у нас откроется еще один нет очень вряд ли а знаете чего на а вот-вот-вот институтский охотник кто это еще нахрен такой кто это еще нахрен такой юзис файл в нюбридов сенс кризис ли пасы из холл сет аэй чуваки я перевод хочу в чем проблема Я снялся с ребенком в центре Даймонд-сити, я думал, это была плохая идея, но это был один из старых... Прямо закончился, Келлогг, я просто хочу подтвердить, что я не могу. Хорошо, мы хорошо. То есть я нажал Escape, зашел снова. Все, здесь все происходит по-новому. Давайте вернемся обратно и попробуем проиграть полностью сцену, которая происходит в этом месте. Вот они стоят. Вау. Некоторые головы будут играть для этого. Капшир и вернуться, или просто элиминация? Элиминация. Он работал на высококлассированном программе. Вас, чуваки, не смущает то, что вы говорите о каких-то своих преступных деяниях в присутствии маленького мальчика, а? Так, значит, ребенка нашего сына Шона передали институтскому ухотнику. Да, как бы не так, ведь. Хорошо, возможно, мы сейчас можем проследовать за ними и поймем. Куда они идутся. X688, готов к релайу с Шона. Чего? Мистер Келлог, я надеюсь, я вижу против тебя. А мы тоже? Нет, как-то не очень получилось. Капсула Воспоминаний, выйти из Воспоминаний. Давайте выйдем. В принципе, мы все узнали. То, что нам требовалось. Короче, входа в институт нет. Есть помощь которого сына Шона и институтского охотника просто взяли и телепортировали с любого места. Капсула Воспоминаний. Видимо, теперь нужно искать способ, как попасть в институт. Воспоминаний. Никто никогда не сделал это раньше. Как вы чувствуете? Но я, в общем, не знаю, что нужно посмотреть. Как я уже говорил, это нефортированный территорий. Но твои неуральные и физиологические читы вернутся к нормальному. Из медицинского стандпула, ты все равно. Ты готова говорить о том, что случилось там? Да, давай. Меня интересует телепортация в основном. Институт использует телепортацию, чтобы выйти в и в и в и в. Да. Их большинство секретов наконец-то было выявлено. Но это только приводит к более вопросам. Как это работает? Куда мы идем дальше? Что ты думаешь, что мы должны сделать? Эмм, давайте подумать. Что с этой память, которая связана с Вирджилом, институтом института? Если он был жив, то у нас есть общий враг. Он может помочь нам. Мне нравится. В память говорила, что института его привлекли до светлого моря. Но это кажется невероятно. Какой мастер-мастер-мастер-мастер-мастер? Плетящегося моря. Почему бред? Почему? Бред. А вот здесь, чтобы не смотреть на parenthood уже и вернуть в этой мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер. как защита или крючок, способа их отверстия и быть в преимущество Если Вирджил нашел способ, чтобы там прожить Вы должны делать то же самое Если вы будете следовать Как я бороться с так много радиации, доктор? Есть химические компаунты Радакс, Радуэй Вы потребляете столько, как вы можете Может быть больше Силовую броню добыть-то, если вы могли найти одну Или, может быть, какие-то силовые броню добыть-то мы как бы можем Находится это у нас на Придвине, да, на корабле Мы как-никак все-таки член стального братства И грех этим не воспользоваться Хорошо, я что-нибудь придумаю И с радиацией, конечно же, мы справимся Я очень на это надеюсь По-моему, я отложил мистера Валентайн Открывай имплант, во время вы встали Он ждет вас вверх Он ждет вас вверх По этому заданию Так, чё-чё-чё-то Ага, патрон есть Так, ну что ж Все хорошо А, стоп Тут сундучок какой-то стоит Патрон и антирадзин Рад, рад, рад Это все забираем, конечно же Забираем Куда же без этого Это нам все очень нужно Ты, кстати, не можешь нам еще там подкинуть Радыкса? Потому что, мне кажется, его нужно очень много Не, ни хрена ты больше не можешь Ну, ладно Давайте Как-то попробуем Ускориться Жизнь у нас практически полная Но нужно что-то выкинуть Потому что Все это Все это очень грустно Мы не можем двигаться 242 А, ну в принципе тут немного Давайте попьем Грязной водички Да Помощь Грязная вода Ну все, можем идти Я думаю, что мы чего-нибудь приобретем еще по дороге к этому самому светящемуся море А пока я предлагаю обследовать, что здесь вообще находится, куда мы попали, что это за место такое Ты кто такая? Оооооо, ты не очень настроена с нами говорить, да? Дверь открыть И поглядим, что у нас тут есть Блин, а взять-то ничего нельзя Ну как бы можно, но мы потеряем карму А в этом месте не хотелось бы пока этого сделать Чуть тебе совсем херово, да чувак? Ты в каком-то гиперсне У тебя памятник подключен? Оооо, ты не Ирма Привет Доброе утро! Доброе утро! Может ты нам дашь какое-нибудь дополнительное задание? Иногда ты просто должен избежать немного, чтобы сделать это через день Избежать? Что ты имеешь в виду? Мы живем старые памятники Как в Дневнике, 2071 Мама сделала 12-плитных рейтинг Ну, конечно же, это не так День Благодарения Даже Паа был там Ты никогда не слушал Силвер-шрауд? Хех, это то, что мы нуждаем Не важно, как богатые дела Он... Что ты можешь рассказать мне об этой шрауде? Он из радио-шоу Я слушал все 419 эпизодов Кэмп, он не может быть специальным Он лучший Более, чем Грогнек и Мантаман Ага Так, какой план? Я построил мою собственную машинку Даже лучше, чем Этого в шоу Но для того, чтобы работать Я все равно нужна Самая важная часть Этого Этого Силвер-шрауд Костюма И они В самом деле Один здесь В Бостоне Они сделали для ТВ-шоу Ты помогаешь? А что в нем такого? Ну то, что он Хороший По параметрам Это понятно Да, хорошо Я его достану Конечно же Но Наверное После светящегося моря Окей Значит, это серебряный плащ Раздобыть костюм серебряного плаща Взять мы, к сожалению, здесь Ничего не можем Это херово, друзья Но Ничего не поделаешь В принципе Мы всем обеспечены Постольку, поскольку Поэтому давайте двигаться дальше Так Здесь дверей больше никаких нет Есть здесь дверь Давайте посмотрим Чего у нас там есть Ничего мы не можем брать, к сожалению Тут чего? Какая-то комнатка Кофейник Какой-то я не знаю Загон Для преступников Так Здесь аптечек нет Херово Ну что ж Давайте Подойдем тогда К нашему нику Валентайну Покрыгнем с ним Может он нам что-то поведает Чего 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 Наверное Друзья Это те самые побочные эффекты которых нам говорила доктор амари и как вообще дружище ну да в общем то об этом и шла речь в полном порядке так что пошли так знаете что друзья наверное я пойду в одиночку ну как в одиночку я вернусь на корабль придвы надену там силовую броню и наверное возьму с собой чувака из братства стали ну типа не знаю мне почему-то кажется от него будет больше толку чем от этого металлического говнюка он постоянно шарится путается под ногами и ни хрена не хочет делать а тот чувак вроде как бы даже помогал понятно что это все игровой скрипции не факт что тот точно также не будет тупить но не знаю как-то его компания мне больше нравится чем компания ника валентайна насчет того что нужно скупить все препараты медиксы антиродины радиксы и всю остальную хрень это мысль конечно годная сейчас посмотрим где мы это вообще можем взять посмотрим можем ли мы взять еще какое-нибудь дополнительное задание в этом добрососедстве и потом уже отправимся на корабль так что светящееся море в принципе не за горами так сами говорит без толку у нас кто-то стоит тоже до без толку что у нас здесь на 3 рельс что это за локация такая поговорить с бобби бобби это не бобби это какой-то хэм наверно ты типа чувак который стоит на рецепшене да ну типа всех зазывает зазывала типа что это за место вообще это какой-то бар до похоже на бар бродяга бродяга руку с рубинс ты охренел тут я с тобой говорю эту песню хочешь слушать что это за место понял тут разборки какие-то намечаются да да ты злобный парниша так не значит ли это что нужно сейчас посражаться немножко и защитить этого чувака и все-таки двое он один как-то нечестно получается вы в респект от пипал с бандр из и на поле да и чуваки не сортись Да, мы закончили. Давай, Барнс. Смотри, парень, если ты прочитаешь о Адаме или просыпаешь друг друга, ты... Так, чувак, все, ты освободился, давай теперь побазарим с тобой. Если ты прочитаешь о Адаме или просыпаешь друг друга, ты у тебя плохой парень. Если ты нужна высота, то может быть, мы можем поговорить. Наемник, наверное, тебя можно нанимать, и ты будешь вместо пса или участника братства стали бегать с нами, но ты человек в светящемся море, ты нам не помощник. Ты не должен быть сюрпризом, Зоу. Это как это происходит, когда ты ходишь с гонерами. Никогда не слышал о гонерах. Кто они? Одна из самых крупных ганг в Коммунистике. У меня есть реп, чтобы быть влажным. Ты знаешь, я с ним не был влажен, потому что деньги были хорошие, но они никогда не встали. А что и ты? Предложение. Нет, я не хочу делать ему предложение, друзья. Я не хочу делать ему предложение, друзья. Я не хочу делать ему предложение, друзья. И, frankly, я беру огромный риск, чтобы быть здесь в Коммунистике в первом месте. Так что я не буду оставить ничего в шансе. Это приводит меня к моему оригиналу вопросу. Я могу верить тебе? Держи. Какой тип риск ты говоришь? Я уже сказал тебе, что слишком много. Надо научиться держать мою большую муку. Смотри, я устраиваю 20 вопросов. 250 капсов. Взади. Давайте подумать об этом. Не как-то метры прыгают. Где этот Бобби вообще есть? У меня есть место, чтобы остаться? Попробуй отходить от Рексфорд. А что ты не поешь? Этот персонаж сейчас занят. Она гладит свое бедро. Ладно. Whitechapel Чарли. Да, правильно, хороший брат. Я не знаю, что ты думаешь о том, 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 что ты не любишь эту песню. Красиво, как всегда, Макс. Спасибо, Чарли. Можете взять воду? Извините, мисс. Хм? Что это? Что? Не скажи мне, что ты не любишь эту песню. Может быть, от нее можно взять какое-то задание? Давайте посмотрим. Так. Я хочу поговорить. Мне неинтересны твои все песни и все остальное. Это то, что мы делали. О. Ага. Аааа, это все. Ты получил то, что я лучший, и я знаю, что это. Есть что-то. Так что приводит человека, как... Угу. О, я вошел к ним. Просто я, мой поддак и... Ха, что ты несешь, чувак? А, ну ей понравилось, это хорошо. Так что это моя turn, чтобы ответить. Ага. Ладно, не буду мешать, мне кажется, ничего хорошего из этого не выйдет. Давайте сваливать. Ладно, к Бобби мы, наверное, вернемся чуть попозже, а пока будем готовиться к нашей вылазке в светящееся море. Мне кажется, миссия очень ответственная, задание имеется в виду, и нужно собраться как следует. Здесь ничего интересного нет. А, может быть, тут? Туалет. В туалете ничего интересного тоже, наверное, нет. Обычно в таких местах висят аптечки. Хорошо, давайте выходить. Вот так вот. Ну что ж, мои хорошие, я предлагаю на этом сервис закончить. Продолжим уже следующий. И, собственно, ну, дальнейший план действий у нас какой? Мы пробираемся на Придвен, берем силовую броню, скупаем стимулятор. Я не знаю, может быть, имеет смысл отправиться в Даймонд-Сити, там поскупать Радыксов, Медыксов, Антирадинов и всего остального дерьма, которое может спасти хоть как-то нам жизнь. Но это все будет в следующей серии, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте большой пальчик вверх, если понравилась серия. И всем до новых встреч, до новых видео. И пока, друзья.